Начинаем процесс Здравствуйте! Продолжаем наши видео уроки Сегодня я хочу вам рассказать об одном очень интересном самолете Специально для вас я собрал вот такой вот самолет для полетов на полянке Самолет этот разработал очень хороший спортсмен Донатас Позоорис Страшно подумать о каком лохматом году То есть он конечно его сделал под зал F3P а также под 3D пилотаж То есть этот самолет был у него максимально облегченный В данный момент он в своем магазине на своем сайте продает вот эти вот самолеты для зала как 3D-шный, так и 4D-шный пилотаж стоят они там не очень много и в последнее время он сделал хороший ход и выкладывает за очень небольшую цену даже чертежи вот чертеж вот этого самолета для зала стоит 1 доллар Донатас Позоорис очень хороший спортсмен он неоднократно становился чемпионом мира чемпионом Европы я имею ввиду базальным F3P моделем а также в музыкальной программе это очень интересный вид спорта вы можете посмотреть в интернете также его выступления во всех этих классах последнее его достижение очень значительное это сейчас я прочитаю золото всемирных воздушных игр в Дубае 2016 год то есть очень большой форм моделистов очень сильный со всей Европы съехался и тем не менее Позоорис победил и получил золото мало того что он разрабатывает и изготавляет модели он их продает еще и консультирует и очень приятный человек ему можно даже написать задать определенные вопросы и он спокойно отвечает и консультирует даже вот самых неподготовленных спортсменов даже детей об этом я не говорю то есть вот этот самолет был разработан как я уже сказал в достаточно лохматом году когда не было еще карбоновых зальников были пенопластовые варианты или Ф-3Пшные варианты для зала то есть эти самолеты в таком страшном году весили в районе 120-150 грамм сейчас все конструкции значительно продвинулись вперед стали пленочно-карбоновые самолеты и сейчас они весят 40 грамм и даже слегка меньше вот ну а мы мы в своем кружке подготовили эти простые такие варианты этого самолета для полетов на полянке и летают они очень хорошо вы обратите внимание какие у него большие элероны такой громадный у него элеватор эрудер это они заточены специально под пилотаж то есть грубо говоря начинающим пилотам которые не освоили еще достаточно хорошо полеты я бы не рекомендовал изготовлять эти самолеты и летать на них но тем не менее вот обратите внимание обратите внимание вот это вот каркас так сказать пленочный самолет вот сейчас мы его изготовили как пробный образец по новой технологии который эту технологию предложил наш товарищ Виктор Жарков он является инициатором и так сказать двигателем этого процесса вот этот самолет без оборудования пока весит меньше 30 грамм вот сюда устанавливаются сверхлегкие сервы и мы хотим этот самолет приспособить для пилотажа в зале к сожалению в этом году в Берске зальные соревнования отменены и очень печально поэтому пока этот проект мы заморозили пока он стоит у нас не доработан и не облетан вот ладно переходим к этому самолету как вы видите он сделан явно не не 100 грамм даже не 120 вот он сделал достаточно проще то есть как всегда нижняя у нас нижняя поверхность фюзеляжа у нас из двойной потолочки здесь приклеена здесь приклеена лыжа для того чтобы он садился на травку вот и все вот эти вот самолеты мы делаем без шасси почему ну потому что мы летаем в основном на поляне в траве у нас нет возможности взлетать откуда-то с асфальта то есть мы взлетаем с рук вот и садимся на травку ну иногда особо одаренные наши пилоты просто ловят в руку этот самолет здесь вот у меня установлен достаточно большой аккумулятор вот ну нет у нас чуть нет у нас чуть поменьше аккумулятора ну и достаточно мощный сервик чтобы провернуть все вот эти вот все вот эти вот рулилые направления которые такие большущие и в ближайшее время я его облетаю и выложу выложу видео с нашими героическими полетами как я уже говорил в нашем кружке мы изготавляем варианты вот этого самолета вот видите вот наши юные пилоты изготовили вот этот самолет вот по так сказать упрощенную технологию элерона у него значительно меньше вот и здесь вот укрепление значительно больше ну чтобы не сломать его при полете еще одна маленькая должность обратите внимание что на первых полетах я аккумулятор закрепляю на липучке на липучке когда я точно узнаю где у меня центр тяжести как он хорошо летит вот я просто делаю вот такое вот отверстие фюзеляжа вот туда очень плотно вставляется аккумулятор и он точно никуда не денется вот один из самолетов изготовленных как я уже говорил нашим юным пилотом вот пока управление и мотор не установлен такие вот самолеты они достаточно хорошо летают я сказал уже что эти самолеты предназначены уже так сказать для продвинутых пилотов которые достаточно хорошо летают ну здесь вот с этого самолетика уже к сожалению сняли оборудование то есть он уже полетал у нас маленько подвился вот он маленько вот как вы видите был сломан и потом отремонтировать но оборудование мы сняли уже на другой проект хотя в любой момент мы можем установить его и еще полетать как я уже говорил мы перешли на установку сервоприводов вот на такие вот рамки то есть он прикручивается вот откручивается снимается и можно поставить на другой проект можно обратно на этот проект к сожалению мы страдаем отсутствием достаточно количества оборудования и поэтому мы вынуждены вот так вот делать новые проекты снимать с одних проектов оборудования ставить на другие ну вот такие у нас трудности определенные но самолеты сделаны достаточно хорошо и достаточно хорошо летают как я вам уже говорил что это у нас учебно-тренировочные полеты для самолеты для продвинутых пилотов они летают стукают их ломают клеят и опять летают то есть в нашем кружке у нас такой вот принцип получения пилотов то есть мы летаем ломаем летаем когда научатся летать хорошо проблем никаких уже не будет с хорошими большими там самолетами а пока вот этот самолет кристалет это так сказать для обучения хорошему пилотажу поскольку у него как я уже говорил рулевые поверхности достаточно большие вот и летит он очень хорошо вот и так же мой самолет это полная копия стрелы Донатаса с громадными рулевыми поверхностями вот и еще хочу пояснить для чего в зальних моделях такие большущие рулевые поверхности потому что самолет в зале летит очень медленно вот все поставлено в угоду весу вес 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 как можно меньше меньше и меньше как я вам уже говорил 40 грамм при таких вот размерениях вот у пленочного самолета и поэтому здесь вот применяется фрезеровка выфрезеровывается лишний вес с одного самолета можно сфрезеровать 5 грамм вы обратите внимание на фоне 40 грамм и даже 100 грамм 5 грамм это достаточно много все это выфрезеровывается применяется ЕПП материал который значительно легче потолочной плитки вот и это добивается медленный плавный полет в медленном полете все фигуры выполняются собственно за счет винта то есть этот самолет так сказать планирует очень плохо он сделан специально под под соревнования то есть для того чтобы в медленном полете он хорошо управлялся и выполнял разные фигуры нужны вот такие большущие плоскости управления смотрите фюзеляж почти полностью от него ничего не осталось буквально небольшая там плоскость и к ним прикреплен громадный элеватор и с рудером точно так же рудер тоже не маленький это нужно для того чтобы в медленном полете он хорошо и четко управлялся ну на сегодня пока все в следующем в следующем уроке я вам покажу как летает этот самолет и также будут идти кадры как его построят также я вам дам ссылки на сайт Донатаса Позволюса и приложу чертежи если вы заходите вы можете повторить себе этот самолет но еще раз предупреждаю на этом самолете летать достаточно трудно вы должны быть так сказать продвинутым пилотом если вы первый раз поднимаете воздух в самолет вряд ли у вас что получится на этом до свидания ждите наших следующих уроков и следующих видео до свидания вот не знаю должно должно получится ага он блин это самое лучше